Путешествие? Что оно изменит? Здесь или в Европе всё будет так же. Нет, Сантьяго, не так же. Сейчас ты должен наслаждаться жизнью. Нужно утопить свои воспоминания в море прошлого. Забудь всё и уезжай. А я поеду с тобой. Это бесполезно. В моём прошлом и настоящем всегда будет она. Её голубые глаза. И грязный, тёмный и фальшивый свет. Селеста тебе изменила. Она предала тебя. Ты должен идти дальше. Если мы будем полагаться на судьбу, мы можем опоздать. Может быть, мы сами должны идти навстречу счастью. Подумай об этом. Прошу тебя. Сантьяго. Подумай. Я не знал такой боли. Как мало от меня осталось. Моё сердце разорвано. Я должен забыть тебя, Селеста. Должен забыть. Привет. Что с тобой, Сантьяго? Что за выражение лица? Почему бы тебе не открыть окно и посмотреть, какой сегодня солнечный день? Мне не нужен свет. У меня на душе темно. И мрачно. Для меня всё потеряло смысл. Я чувствую какую-то пустоту. Ужасную пустоту в сердце. Иногда у нас в душе играет зловещая музыка. Потом она сменяется на болеро. Ладно. Извини, это была шутка. Сантьяго, я хочу, чтобы ты понял, что ты очень легко сдаёшь позиции. Разве ты не любил эту девушку? Разве она не изменила твою жизнь? Она дала мне жизнь. И она же её отняла. Сантьяго, на твоём месте я не говорил бы так категорично. Клянусь тебе, эта девушка не из тех, кто ведёт двойную игру. Она не такая. Я расскажу тебе о том, что мне удалось выяснить. Разве твой рассказ доказывает невиновность Селесты? Подожди, подожди. Успокойся. Я только хочу, чтобы ты увидел в этом... Купертино. Всё, что я должен был увидеть, я уже видел. Вот этими глазами. Поэтому я в таком отчаянии. Хотел бы найти хоть одно доказательство, подтверждающее невиновность Марии Селесты. Оно у тебя есть или нет? Нет. Сантьяго. На самом деле, нет. Но разве тебе мало того, что я слышал вчера вечером? Эти двое спорили Сантьяго. Это ничего не доказывает. Тиберио тоже ухаживал за Селесты. Естественно, что он разозлился на своего племянника. Ты упрямее осла. Я представил тебе два факта. Встреча и ранний Сарасио, и ссора этих двух героев. Мне это ничего не доказывает. Это говорит только о том, что они друзья, которые иногда играют в теннис. И могут посидеть в баре. Я хочу настоящих доказательств. Таких же убедительных, как та грязь, которую я видел. Я благодарю тебя от всей души. Пожалуйста, запиши это в счет моего долга. Но для меня это дело закрыто. А для меня оно только начинается. Оставь Купертину. Забудь об этом. А сейчас я бы хотел, чтобы ты оставил меня одного. У меня много работы. Сейчас мое единственное лекарство – работа. Сантьяго. Жди моих новостей. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Крестный, нужно, чтобы ты сейчас же ко мне приехал. Скажи, что случилось. Возможно, я решу этот вопрос на месте. Я предпочел бы встретиться лично. Крестный, пожалуйста, у меня много работы. Стол завален документами. Я хорошо тебя знаю и понимаю. Ты не хочешь ехать ко мне домой, чтобы не встречаться с этой девушкой. Но я тебя уверяю, это скорее твой дом, чем ее. Ты должен себя пересилить. Если хочешь, я прикажу ей не выходить из своей комнаты. Нет. Мне нечего бояться. Я не делал ничего плохого. Я еду. Сантьяго? Сантьяго, мне нужно поговорить с вами. Синьора, меня ждет крестный. Но нам очень важно поговорить. Я знаю, о чем вы хотите разговаривать, но меня эта тема больше не интересует. Извините. По-моему, это абсурд. Мне совершенно нечего делать сейчас за границей. Кроме того, я достаточно взрослый, чтобы бегать от самого себя. Речь не о бегстве, Сантьяго. А об отдыхе. Тебе надо отвлечься. Конечно. Представь, что ты едешь в отпуск. Если вы позвали меня за этим, то я абсолютно с вами согласен. Не будем больше говорить на эту тему. Как только у меня все будет готово, мы с Иранией уедем. Поездка в Испанию пойдет нам на пользу. Продолжение следует...